Отдает только, передает, отбьет именно локоть за счет вот этого движения локтя. Поэтому наше сознание помнит это, знает это и так далее. Поэтому первое, плечо, локоть, все прошло. Второе, пошло в ветро, причем ветро идет так, так, в воду. За счет вот этого движения, вот этой длиной недели, тоже включается вода. Такое круговое движение. Дай шашку. Вообще, если в восточных единоборствах все ставится на катание, то у нас все ставится на шашки, на приколки. Поэтому мы на шашки сразу смотрим, как это все включается. Обратите внимание. Вот я, да, шашка висит. Первое, ты включаю, включаю, влечу. Потом включается локоть за счет вот этого движения. Видите, локоть? Вот на шашке я сразу, видите, включаю, включаю. То есть я должен под кусок обязательно клятвить. Все, нисходящий. Теперь восходящий, когда я даю, да, то есть идет движение вот так, вдоль бедра. И по кругу. Тогда у меня шашка вверх сама. А, как я буду, да. Как я начал. А, офицерская. Обратную сторону. Казаков ты вынул, вырулишься. А офицерская ты вынул. Висеть оно может. Нет, я имею ввиду, у казаков вот так, у офицеров, у билвардейцев наоборот. Вот именно так. Если так, то же самое. Только здесь так идут, здесь так вот. То же самое. Но на под кусок все равно выходят. Вон. Оно и то же. Просто как так высек вверх, то сразу на скот, чтобы ложь. Не забыть, да. Тогда бы все, если вот этот момент, он немного... Может, ложь улыбнулась. Поэтому, ну, офицеры, скажем так, лишь это есть шашки пехотные. А есть по лирисе. Мы сейчас говорим о лирисе. Потому что при пехотной шашке, она может и вот у полицейских, шагаров. Это лирисе на пехотной. Пехотный, он не на лошадь, он пешком. Она шире. Она тяжелее. И...